Политехнолог и писатель Михаил Шейтельман присоединяется к нашему эфиру. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Начнем с первой заявленной темы. Как бы вы оценили подготовку к так называемому волеизаявлению в Российской Федерации? Я думаю, что будет в этот раз немного отличаться все это от прошлых подобных мероприятий. Создается такое ощущение, что они не собираются считать голоса больше. То есть они каждый раз повторяют то, что делал Лукашенко несколько лет назад. Российская тирания повторяет шаги Лукашенко по постепенному закручиванию гаек, постепенному лишению людей любых прав и свобод. И вот в 2020 году впервые Лукашенко не стал считать голоса на выборах. То есть до этого делались как? В 2010-2015 год. Посчитали, увидели, что там, скажем, не знаю, за Лукашенко 55 процентов. Прибавили еще, а объявили, что 80. Когда в 2020-м Лукашенко проиграл выборы, то просто не стали ничего считать. Написали, что 89. Вот увидите, сейчас будет с Путиным та же самая ситуация. Никто не будет пытаться считать голоса. Просто объявят, что 86, я думаю, процентов. Моя ставка, она где-то между 86 и 89 процентов поддержки Путина на этих выборах. Поэтому, действительно, когда вы говорите, что выборы так называемые, то сейчас, знаете, иногда российская либеральная оппозиция называет, говорят, это у нас не выборы, это голосование. Ну, типа, выборов нет реальных, но есть голосование. Так вот, голосования в этот раз тоже не будет. То есть люди, да, будут идти на участки, что-то пропускать, но никто не будет подсчитывать их голоса. Вот это главное по поводу процедуры. Еще что можно сказать про подготовку именно к выборам? Ну, вот сейчас посмотрим. У них там есть такая интересная история про Бориса Надеждына, которого выдают за кандидата против войны, хотя он за оккупацию Украины полностью и за продолжение, безусловно, оккупации и нахождение войск здесь, в Украине. Ну, вот, по крайней мере, интересно, хоть единственная интрига – это допустят его до выборов или нет. Скорее всего, нет, но хоть какая-то интрига пока существует. Ну, он выглядит, как едва ли не единственный кандидат с такой некой антивоенной позицией, если можно так сказать. Люди за него там собирают подписи, 100 тысяч необходимых подписей граждан за его движение уже собрали, прям там очереди выстраиваются на подписание этой бумаги. Как вы думаете, не является ли он кремлевским кандидатом, кремлевской фигурой, ставленником специально для отвода глаз? Это я не могу знать, потому что обвинять человека, это тяжелое преступление, обвинять человека в том, что он по договоренности с Кремлем что-то делает. Поэтому, естественно, я обвинять, не имея фактов, не могу. Ну, так что нет ни одного доказательства, что он там с кем-то договаривался. Но в то же время, мне кажется, называть его антивоенным или кандидатом за мир или против войны совершенно несправедливо, потому что у него есть программа, программа по вот относительно нашей войны, и она полностью дословно, подчеркну дословно, совпадает с программой Путина. Он ничем не отличается по программе от Путина. Что он говорит? Я, говорит, когда становлюсь президентом, ну, понятно, мы сейчас в теоретическом поле рассуждаем, но Борис Надежный говорит, если я становлюсь президентом, я в тот же день предлагаю Украине перемирие. Перемирие – прекращение огня. И после этого только переговоры. Ну, нам и Путин тоже сам предлагает. То есть перемирие с этой линией фронта нынешней – это то, что предлагает Путин. Типа, давайте перемирие, а дальше разговаривать. Нам это никак, естественно, не устроит, потому что это означает для нас, ведь это означает признать поражение. Нам выдвинут предложение – признайте поражение. Путин же говорит – выполните наши условия. Песков говорит – выполните условия, война закончится. И то же самое, говорит, Надеждин. Ведь как только российские войска находятся на нашей территории, значит, мы проиграли войну, потому что они смогли продвинуться. Когда мы прекратили стрелять, война закончилась, начались переговоры, но на условиях, что мы войну проиграли. Он предлагает то же самое. Дальше он предлагает передвигать границу, то есть менять границу между Россией и Украиной. Он не признает международно признанные границы и хочет, чтобы мы признали новые границы. Но это все чистая позиция Путина под названием «мы это завоевали, мы это не отдадим». Поэтому мне очень даже стыдно за людей, которые в российской оппозиции называют его кандидатом мира. Сам себя он так называет – это окей. Но когда вслух кто-то его так называет – это очень странно. Другое дело, что, может быть, у него антипутинская позиция. Я, кстати, совершенно не против того, что люди там собирают подписи. Пожалуйста. Он, может, действительно антипутинский. Но он точно нам не союзник и не партнер для переговоров. Он настолько же отвратителен для нас, как и Путин. Да, вот коллега моя вас спрашивала ваше мнение относительно того, не является ли он кремлевским проектом. Мы буквально за несколько минут до эфира обсуждали эту персону, персону Надеждина. И почему складывается впечатление… Снова-таки, да, никто никого не обвиняет. Мы скорее делимся мыслями. Почему складывается впечатление, что это кремлевский проект? Потому что ту же Дунцову ее не допустили к выборам. Тут, конечно, надо еще посмотреть, допустят ли Надеждина. Но то, как беспрепятственно, по большому счету, собираются эти подписи. И как отрешенно, казалось бы, за этим наблюдает Кремль. Вон Песков уже сегодня высказался относительно того, что Кремль и Путин не рассматривают фигуру Надеждина как оппонента на выборах, как такого кандидата, который мог бы в чем-то Путина обойти. Но вот эта история с российской оппозицией, которая поддерживает Надеждина, и которая, как вы верно подметили, называет его кандидатом, который о мире. Как это объяснить? Это что, российская оппозиция сама обманулась? Или как? Значит, по поводу первой части, еще раз, вот нельзя обвинять человека на основании таких признаков. Так мы, знаете, всех прям, каждого обвиним. Как это? Раз он до сих пор на свободе, значит, он работает на ФСБ. Вот примерно такая логика. Вот как же это там Дунцова, значит, объявила, что пойдет на выборы, а ее тут же не посадили в тюрьму? Ну, это было бы несправедливо. Тогда получается, что нельзя россиянам вообще даже предпринимать попыток свергнуть Путина, иначе их тут же обвинят в сотрудничестве. Поэтому, знаете, тут, чтобы выдвигать такие, это очень тяжелое обвинение. Это обвинение в соучастии в убийстве и в геноциде. Вот если человек сейчас по договоренности с Кремлем идет на выборы, это означает, что он участник геноцида украинского народа. И согласитесь, для того, чтобы такие обвинения выдвигать, нужно иметь больше оснований, чем там, почему же его не арестовали. Раз не арестовали, значит, он... Ну вот скажите, вот нужно ли, вот если он участник геноцида, то его надо судить, посадить или казнить. Ну, вряд ли Надеждин как бы такого отношения заслуживает, потому что никак не доказано его соучастие в этом мероприятии. Вот, это главное. Теперь по поводу того, что происходит с российской оппозицией, не со всей, естественно, оппозицией, ни в коем случае, с отдельными лидерами мнений. Я сейчас говорю не про людей оппозиционных взглядов, а про лидеров мнений. У них мнения разделились. Есть люди, которые говорят, нет, мы против того, чтобы Надеждин там, ну окей. Есть люди, позиции которых я разделяю. Это такие, как Майкл Наки, например, который говорит, ну, он лидер этого, наверное, этого мнения, что, да, надо собирать подписи за Надеждина и голосовать за него, если его вдруг зарегистрируют, не потому, что он чем-то хорош, он ничем не хорош, ничем не отличается от остальных. Да, говорит, надо зажмурив, там, зажав нос руками, за него голосовать, потому что это создает напряжение для путинской системы. То есть использовать Надеждина как, ну, как инструмент, да, не относиться к нему как к человеку, а как к инструменту. И это нормальная позиция, потому что там эти матери, там, жены мобилизованных, надо ли их использовать как инструмент для свержения? Да хоть Пригожина надо ли было использовать как инструмент для свержения Путина? Ну, по-моему, надо. И Ходорковский это поддерживал. Пригожин наш друг, хороший человек, добрейшей души, сторонник мира? Нет, абсолютно нет, кровавый убийца. Но надо было им воспользоваться. Вот так же, как Надеждинам. В этом смысле, да. К сожалению, меня как бы ужасает мнение тех людей, которые говорят, что это человек за мир среди российской оппозиции, потому что ведь они в этот момент отталкивают нас, категорически отталкивают нас. Если они называют миром продолжение оккупации, если они называют миром попытку изменить государственную границу, не признать нашу границу 1991 года, если они так называют это миром, они перестают быть нашими союзниками, они перестают быть союзниками Украины, уже они перестают быть. Вот это самое опасное. Зачем они это делают? Тут уже надо у них спрашивать, надо им задавать вопрос, почему вы это поддерживаете? Вы что, тоже считаете, что может быть мир между Украиной и Россией с оккупацией и, значит, чужих территорий, что вы тоже хотите и планируете украсть наши территории? Вы так видите мир? Вы так видите будущие отношения между Украиной и Россией? Вы считаете это реальным? Но это надо спрашивать у них. То есть, либо они заблуждаются, действительно, где-то ошиблись, не послушали внимательно надежды на это один путь, второе, они действительно считают, что можно с нами так разговаривать. По данным ГУР, в ходе подготовки к этим так называемым выборам Путина кремлевские политтехнологи готовят проект нового социального договора, который планирует заключить Путин, собственно, с населением Российской Федерации. Как это понимать? Что это может быть за социальный договор? Как это трактовать? Ну, это очень странно слышно, потому что все-таки государственные правильные разведки, я думаю, основываются на фактах и документах. А общественный договор – это не документ и не факт. Это такое что-то витающее в воздухе, ведь это же нельзя будет зафиксировать. Представьте себе, если бы ГУР выкрал этот документ под названием «Из канцелярии Путина выкрали документ под названием «Новый общественный договор». Нет, это невозможно, потому что общественный договор – это система взаимоотношений понятийных, не зафиксированных на бумаге. Действительно, такой договор существовал до какого-то момента. Еда в обмен на согласие. То есть вы соглашаетесь, что я ваш главный, я с вами делаю, что хочу, но зато даю вам еду. Зато даю вам богатеть. Кстати, да, вы живете все лучше и лучше. Вот такая была договоренность у Путина с российским народом, плюс-минус. Ну, примитивно говоря, конечно. Потом была договоренность, я делаю Россию великой. Вот этот «Газпром» – достояние всего мира, там и так далее. Обойдем Португалию. Это тоже была договоренность. И они на это шли, те, кто сторонники Путина. А сейчас нет договоренности. То есть сейчас, а я буду делать с вами, что захочу. Вы теперь мое мясо. Вы теперь попались, вы теперь мое мясо. Прикажу, будете извиняться. Прикажу, пойдете воевать и умрете. Вы больше не люди. У нас нет договора. Права есть только у меня. У вас только обязанности. Поэтому постепенно вот этот строй из как бы, ну, такого, не знаю их там слова, тоталитарного и так далее, стал рабовладельческим. То есть вот есть хозяева, и есть рабы. Ну, в сегодняшней России, там другой термин употребляется, пацаны и чушпаны. Вот есть пацаны, это мы, пацаны не извиняются. Чушпаны извиняются, с чешпаном можно делать то, что угодно. В нем можно все отобрать и отправить его с лопатой на украинские танки. Вот, пожалуйста. Вот такой общественный договор теперь, если хотите. Вот я для гуру уже принес прямо на блюдечке, пусть забирают и цитируют. Россия попытается использовать выборы в разных странах в текущем году, чтобы настроить Европу против Украины. Об этом говорят в Госдепартаменте США. Как вы думаете, удастся ли это сделать России? Если да, то где? Не знаю. Для этого надо иметь слишком много вопросов, как социологии, читать все местные газеты. Вот смотрите, за прошедшие два года, за прошедшие два года, где россиянам это по-настоящему удалось. Наверное, только Словакия. Это единственная страна, которая из страны, полностью поддерживающая Украину, передающая нам вооружение свои, в том числе самолеты, стала страной, которая отказывается передавать нам вооружение. При этом Словакия, кстати, сегодня объявила, что будет поддерживать выделение нам 50 миллиардов евро. Словакия передает нам финансовую помощь, гуманитарную помощь. То есть не смогли назначить человека, который прямо работает на Москву. Но все-таки какой-то успех был на Словацком фронте у россиян. Это факт. Это вот есть. Они пытались что-то добиться в Италии, с партией Берлускони продвинуть. Были вложены огромные деньги, просто огромные. Но там, конечно, полное поражение. Там, наоборот, пришли более про украинские силы во главе с Мелони. В Великобритании будут выборы, но там у россиян нет шансов, потому что какая бы из партии не победила, обе партии абсолютно проукраинские. Поэтому смотреть на такие, скажем так, небольшие страны, лезть в их рейтинги, смотреть, какая у них динамика и какой партии, какая позиция, будем смотреть по мере приближения выборов. Честно, у меня, конечно, нет обзора вперед на весь год. А могут ли россияне делать главную ставку на США, и что Трамп придет к власти? Там у них нет так много инструментов воздействия. То есть там сами американцы могут выбрать или не выбрать Трампа. Это действительно будет то ли выгодно, то ли невыгодно России. Но это не работа россиян. Работа россиян, она все-таки, так как бюджет не резиновый, да, они тратят миллиарды долларов на это, но в основном они тратят их в тех странах, где у них много агентов влияния, где они скупили, кстати, СМИ какие-то, построили новостные сайты, где они скупают политиков по одному прямо, тоже достаточно много. Вот они будут, очевидно, пытаться что-то делать в Германии, например, из больших стран, что-то в странах поменьше, у них есть какие-то свои прокси. В США вряд ли это будет фактором, важным фактором, скажем так. Румынию в этом году ждут и президентские, и парламентские выборы. Европейская правда пишет о том, что одновременно с этим растут рейтинги партий, которые транслируют антиукраинские тезисы. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Я имею в виду с тем, что растут рейтинги таких партий? Нет. Надо быть в Румынии, я же говорю, надо быть в румынском контексте, это было бы слишком так самонадеянно, сидеть и отсюда рассуждать. Надо просто посмотреть, взять, это же социология, ее надо держать в руках, для того, чтобы говорить, почему что-то растет, на основании каких доводов, каких слов и так далее. У меня настроение румынского общества, но я просто не знаю настроение румынского общества. Не знаю. Михаил, вам спасибо большое, что подключились к нашему эфиру. С Михаилом Шеттельманом говорили о подготовке к псевдовыборам в России и о том, получится ли у Кремля, как он это любит традиционно делать, вмешиваться в выборы в других странах. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова